друзья приветствую вас дневной обзор давайте рассмотрим основные события а также что происходит на российском фондовом рынке и движение основных активов доллар нефть рубль евро и другие интересные идеи так друзья но на западном фронте без перемен все как и было ждем когда наступит день ближе к вечеру там я думаю будет жара к видный дед будет пытаться джо брыкать по всякому вот но тут надежда одна скорее всего это только в сенате либо сохранить паритет либо попытаться как-то оспорить результаты потому что здесь я думаю вот из этой ситуации навряд ли как-либо сможет трампу байдена отвоевать но и по сути вот такая ситуация это уже не blue wave то есть все ожидали нарратива blue wave что побеждает президент-демократ очень успешно проходили предвыборные кампанию сенаторов демократов и все ожидались по большей части что будет победа демократов и в конгрессе и в такой ситуации можно было бы очень оперативно принимать решение закона которые способствовали преодолению кризиса и стимулированию населения экономики однако вместо blue wave а когда все синхронно в унисон в салитоне находится и президент и конгресс получили другую штуку которая называется гридлок это тупик по-английски или определенный вид пробок на дорогах то есть что это такое когда президент демократ конгресс ему полностью не подбластен уже сейчас мы видим 50 на 50 и тогда возникает ситуация так называемого тупика то есть когда любой закон любая инициатива связанная с экономическим стимулированием социальной помощью будет заволакиваться и затормаживаться в перспективе такая ситуация она приведет сначала к росту спроса на облигации и потом к обвалу фондовых рынков то есть таким образом случилось то что скажем так наименее благоприятный сценарий но совсем наименее благоприятно это была бы победа трампа она бы скорее всего привела бы в большей степени к волнениям вот здесь получилась такая ситуация когда вроде как и не туда и не сюда и не жив и не мертв вот поэтому но сейчас я так полагаю будет наверное какой-то коррекционный откат либо сегодня либо завтра сейчас посмотрим по графику точно как он может развиваться или не может развиваться вот в дальнейшем консолидации ну я думаю эти ребятки они где-то к апрелю месяца как раз они прокачают тему чтобы взлетел спрос на облигации экономика начала сыпаться вот так плавно голубая волна перешла в тупик так друзья сегодня еще в 9 часов вышел индекс деловой активности в секторе услуг по россии но скажем так этот индекс он не айс вышел то есть значительное падение более чем на 10 процентов с 53 7 на 46 9 вот если наложить по месячный график цен на нефть то соответственно получится все ясно с чем у нас связана любая деловая активность в россии она связана с ценами на нефть то есть вот это вот снижение она была слишком мощная она как бы выдала что на самом деле происходит вот ну и я не обращал ваше внимание до этого что вот эти данные которые здесь показали внезапный рост за август когда рост составил 47 8 на 40 на 58 5 10 пунктов то есть это слишком много и с моей точки зрения это было необоснованно вот в результате сейчас картина выравнивается но разве что не вернулись к апрельским уровнем которые были вообще очень очень слабенькие там 12 процентов но текущая ситуация она хуже чем то что было за июнь месяц если по сектору услуг мы посмотрим еврозону здесь тоже ситуация на не сказать что айс у них тоже приблизительно такое же значение но у них и не было такого существенного роста как в российской федерации и здесь как бы никакой разумеется закономерности с ценами на нефть у индекса деловой активности секторе услуг абсолютно нету далее если мы возьмем пима и по соединенным штатам которые публиковали вчера то здесь у соединенных штатов вроде как показывается отличная ситуация то есть у них он больше 50 процентов он показывает устойчивый рост то есть соединенные штаты получается из этих трех наборов они находятся в наилучшей наиболее благоприятной ситуации ну собственно говоря по графику мы это и видим это к вопросу о том с чем связано положение евросоюза положение россии соединенных штатов экономической на текущий момент и где более динамично протекает процесс и разумеется если вообще в целом брать сектор услуг то его вес в экономике он наибольший соединенных штатов в еврозоне поменьше в российской федерации еще меньше вот и поэтому конечно говорить о том что это критерий который однозначно показывает что происходит у нас и как это соотносят с другими странами так вот прямо однозначно сказать нельзя но налицо негативная тенденция и прямая зависимость от цен на нефть так вот если рассматривать иные показатели потребление электроэнергии практически не изменилось то есть по потреблению электроэнергии пока особого кризиса в нашей стране не ощущается так следующий индекс это погрузка на ж.д. вагоны здесь что примечательно пошло снижение погрузки строительных материалов объема и при этом наблюдается в некоторой степени рост погрузки сырьевых товаров но падение строительных грузов это однозначно негативный знак для внутренней экономики так но мне вот очень нравится казенный язык который использует по поводу анализа макроэкономической ситуации это позволяет говорить о том что в октябре с высокой степенью вероятности в обрабатывающих производств наблюдалось ухудшение конъюнктуры и так прямо звучит почти как отрицательный рост так но это что касается потребление населения отслеживается абсолютно четко негативный тренд спад вот но по другим показателям например там количество вакансий на хэдхантере или по запросам google тоже достаточно такой интересный показатель пока особого негатива не наблюдается но это только пока так друзья давайте перейдем к графикам snp 500 что у нас здесь происходит но у нас сегодня фантастический рост но сейчас это фантастический рост пытается прекратиться вот на числе те попытка разворота не факт что нас увенчается успехом сейчас через час точнее через два часа 1436 по москве 1630 число первичных заявок на получение пособий по безработице так но если снг и смотреть по дневкам это и среди на фьючерс то вот от текущих значений вполне может быть корректирующий откат и цель этого отката диапазон три тысячи четыреста пятьдесят три тысячи четыреста двадцать вот сюда вот в эту область вот если мы сейчас на объемах проходим 3520 то у нас сегодня уже скорее всего будет взята цель 3550 вот эта линия так друзья дали викс парик что наконец-то свершилось провалились парик что это дневной график викс индекс волатильности ушли вот в эту область 2926 ну и все движение но если будет сейчас сосредоточена в этой области это позитивный момент это будет свидетельствовать о том что рынке пока выдохнули временно успокоились так далее нефть но смотрите по нефти мы с достаточно высокой степенью вероятности раньше четверг это был всегда переломный день по нефти вот 12 13 часов по москве по нефти что-то происходило и менялась направление с очень высокой степенью вероятности сейчас здесь вот этот падеж который пошел с утра этот падеж остановился соответственно сейчас текущее движение это пробой 41 3541 и 4 вот как только этот диапазон чик пробиваем сразу будет очень быстрое движение и попытка закрепиться на уровне 42 55 ну и вот эта вся формация которая здесь собралась она не сработает если будет корректирующий откат и пробитие 40 целых три десятых даже 40 целых 25 вот если это будет то мы переходим либо в консолидацию вот в этом диапазоне вокруг сильного уровня 3962 либо идем ниже но на текущий момент наиболее вероятность сценарий с моей точки зрения пробой крышечки и движения по направлению 42 55 мелкими группами так далее золото но по золоту пока развивается сценарий который я обозначил как наиболее вероятно эта попытка закрепиться вот чуть выше этого уровня 1921 1923 если таковое ближайшее время произойдет то сегодня можем увидеть движение на 1962 1961 если сейчас последует тестирование нижней границы 1902 то никакого роста не будет и мы соответственно уходим назад на 1882 вот но если только будет короткое касание на каких-то там макроэкономических событиях то скорее всего это ничего страшного не вызовет но если это будет планомерное движение проторговка в районе 1902 это придет к обвалу и движению вниз так друзья далее серебро но у нас вот сейчас как только мы закрепляемся выше значение которой 24 624 7 отсюда наиболее вероятно пойдет движение цель которого будет 25 и 25 и 2 вот если мы сейчас здесь производим корректирующий откат и уходим на 24 3 то это может превратиться в двойную вершину и мы тогда двинемся вниз на 23 8 такой сценарий я думаю маловероятный более вероятный либо сейчас пробой и движение на 25 и 2 или здесь про торговка и потом с небольшой с небольшим откатом там на 2 до 24 4 например продолжение этого роста но надо помнить 24 3 пробивается то скорее всего сыпанется так евро доллар у нас сегодня ракета вот но здесь 1815 1824 если в этом диапазоне сейчас закрепляемся или на объеме его проходим то у нас на горизонте идет цель 1 целый 800 1 целый 1878 вот сюда вот если сейчас пойдет откат и будет пробита 1 целый 1780 этот рост захлебывается и мы откатываемся на 1 целый 1727 1 целый 1730 так рубля друзья дали рубль юзды тамору дневной таймфрейм посмотрите в эту область мы зашли зашли хорошо теперь как бы вопрос пробить и не пробить и вот этого значения если его пробиваем то отсюда возникает движение на 76 вот у меня пока большие сомнения что вот этот уровень будет взят скорее всего либо от текущих значений либо от этого уровня произойдет разворот и корректирующий отскок как минимум на 78 метре так далее евро рубль тамору часовой таймфрейм здесь уже судя по всему идет попытка разворота и цель этого разворота это отработка 92 25 вот сюда вот если сейчас пойдет дальнейшее движение вниз пробуем 91 47 то у нас следующая цель будет 91 или даже 90 целых восемь десяток вот мы пока мне видеться такое движение менее вероятным скорее всего по евро мы сейчас вот куда-то сюда пойдем так далее ртс фьючерс но если мы закрепляемся выше 115 тысяч 500 115 тысяч 400 и начинаем здесь еще чуть-чуть торговаться то у нас вполне возможно что сегодня завтра состоится задерг на 116 800 и в этот диапазон вот пока мне такой сценарий видится маловероятно сейчас давайте человек посмотрим вот этот сценарий реализуется если сейчас ближайший там час два три 115 тысяч 950 будет пробита если таковое происходит туда скорее всего пойдет рост и здесь закрепление если такового не будет то сейчас я думаю вероятно пойдет корректирующий откат и цель этого отката будет 113 тысяч 300 вот соответственно если в результате отката пробивается 112 500 113 тысяч этот диапазон то отсюда пойдет более сильный откат цель которую будет 109 500 и 109 500 110 тысяч если будет пробита то все это дело насчет сыпаться и возвращаться к минимальному значению пока на сегодня такой сценарий мне кажется менее вероятным здесь ну вот напрашивается какой-то небольшой откат в район 109 500 вот опять же этот сценарий не сработает если будет пробить сейчас вот этот диапазон так друзья нот у нас сбер выстрелил вот поэтому сейчас ждем закрепиться не закрепиться в этом диапазоне если закрепиться то мы остаемся здесь торговаться либо уже завтра может быть и сегодня даже на 224 можем выстрелить вот пока мне кажется такой сценарий маловероятным здесь бы ему удержаться на 215 5 так газпром но газпром отработал первую цель который 165 как-то он вел ее отработал не удержался вот но если сегодня в течение там часов до пяти до шести не будет повторное пробитие закрепления 165 то скорее всего он откатиться на 160 с половиной возможно даже на 159 и 5 вот сюда вот в этот диапазон пока как бы по газпрому сложно сказать по сбербанку там четкий импульс вполне как бы понятная идея вот по газпрому что-то здесь пока не ясно мне до конца так друзья далее гмк но смотрите здесь все отлично единственно немножко не дошли до 19 900 ничего страшного если не будет корректирующего отката с пробитием 19 тысяч 400 мы уже с вами эту цель смотрели ранее сильный уровень него вот то соответственно вот эта вся проторговка с откатами и так далее она все равно приведет сначала к задерку на 19 900 и потом к отработку цели которые в диапазоне 20 тысяч 220 тысяч 400 вот сюда вот поэтому если 19 400 не пробита то вот это все хождение брождение это до набор позиции так далее лукойл по лукойлу масса вопросов но смотрите с лукойлом здесь все понятно лукойл производной нефти вот здесь разворотной формации очень хороший очень мощная вот цель движения у этой разворотной формации первое это 4550 вот сюда вот в этот диапазон если он здесь начинает консолидироваться то отсюда наиболее вероятной цель движения до 5100 вот если сейчас мы идем закрывать вот этот гэп ну либо сегодня либо завтра и пробиваем 4200 то вот это все движение волшебный она не состоится и пойдет откат вот с учетом того что происходит на мировых рынках я думаю может быть вполне такая ситуация закрытие гэпа и потом возврат к росту вот в том случае если 4 200 будет пробитой пойдет проторговка то весь этот рост он аннулируется и лукойл вернется на 4000 вот я думаю пока более вероятный сценарий это движение на 4550 потом 5000 что ну вот сюда очень высокая вероятность сюда более вероятно но менее вероятно чем на 4550 вот и когда эти две цели будут сделаны посмотрим что произойдет возможно и как все все крякнется и пойдет откат назад на 4000 так друзья вот вопрос по аэрофлоту ну мы с вами знаем что авиаперевозчиков сейчас очень непростая ситуация и скорее всего в лучшем случае она законсервируется возможно будет ухудшаться вот текущая ситуация по аэрофлоту указывать на то что здесь сейчас произошел разворот и вполне возможно что цель от сколько по этому развороту 1 это 70 и второе движение находится вот сюда вот в район 83 84 если сейчас пойдет движение назад в противоход и пробитие 54 33 то весь этот волшебный рост разрушается и аэрофлот будет пикировать цель пикирования мы с вами ранее рассматривали находится в диапазоне 37-40 вот но критерий движения на эти значения это пробитие повторное 54 с половиной если такое происходит то очень высока вероятность что быстро он уйдет в область пока на текущий момент здесь разворотной информации 1 цель движения это 70 все друзья спасибо за внимание